У нас сахарики, да, е**й, ты будешь е**й, е**й съел, где мои сухари, я тебе, больше е**й не дам, е**й. Он не тянет, он как, что он, ну ты не в облачь, он. Попал! Убит! Давайте пробежимся по основам работы этого бластера, ничего необычного здесь нет, это самая классическая автоматика, она при помощи двух моторов раскручивает две катушки, которые и выстреливают наш дарт. Ну а сам заряд попадает в клетку с моторами при помощи классического механического толкателя на одно нажатие, один выстрел. Бластер причастен к линейке ультра, а значит для своей работы используют классические дарты этой серии. Они отличнее от элитных, они намного плотнее, чуть-чуть шире, жопки у них отличаются, то есть он внутри полностью заполнен, а обычный элит дарт полый. И как обещает нерф, это инновационный снаряд! На коробке написано, что они летят быстрее, точнее и лучше, чем приевшаяся нам классика, но так ли это? Стоит ли верить нерф? Не стоит им конечно верить, хасбра, те еще с камеры. Сам бластер для работы использует 6 батареек типа АА и специальные ультра-магазины. Обычные сюда естественно никак не подойдут и работать не будут, только ультра. И в этих магазинах вся и проблема, помните куда нерф послали в начале видео тех, кто купил АМП? Иди нахуй! Это чистая правда, ведь по внутренности и по дизайну они выпустили точно такой же АМП, но называли его ультра-фокус. Которые положили внимание нормальный, не кастрированный магазин на 10, который должен был уйти с автоматом. Приклад и Акустрайк ультра, которые летят намного точнее, чем идут в комплекте с этим бластером. И я считаю, что бластер должен быть изначально в таком обличье, ладно с ним без приклада, ладно без новомодных Акустрайка ультра-патрон, но хотя бы с нормальным магазином, но с этим обрубышем... Где обрубыш? С этим обрубышем играть невозможно. Но все это можно перетерпеть, если его бластер и дарты будут давать мне малейшие преимущества тем, кто будет играть... Классикой. И крупнейший спойлер. Будет! Но если пробежаться по тушке нашего подопытного, то тут все довольно неплохо. У него классный дизайн, он симметричный, и это круто выглядит, не то что со страйфом, где тут выпирает блок с моторами, здесь батарейный блок, то есть он с двух сторон выглядит вполне классно и органично. У него есть встроенный прицел, который не снимается, и рукоятка, которая тоже не снимается, но в целом они не мешают, и это главное. Хотя мне, если честно, АМП без дурацкой рукоятки и прицела нравится куда больше, и при том она удобнее, типа вот это вот цевьё куда круче. Ну и торчащий блок с моторами выглядит круто. Если бы эта тема была прозрачной, как у Вейдера, я бы, наверное, фанател от линейки Ультра. Но, как по мне, этот бластер... Так красивее, что ли? Если тоже так считаете, то ставьте лайк. И в случае с рукояткой это даже неплохо, эргономика хорошая, есть баланс, правильно распределён вес благодаря этой рукоятке, есть и крепёж для классических прикладов, которые подойдут так и не арт-приклады, так и приклады от сторонних компаний. Прицел ничего полезного себя не представляет, у него просто нанесли пару перфораций, всё, вот вам целитесь, но мне лично непонятно, как из этого точно стрелять, да и прицел сам по себе очень мутный, и если вы хоть кого-то через него разглядите, то вы сможете попасть без этого говно прицела. И даже если будете целиться, и через этот прицел в кого-то попадёте, то это будет всё равно, считайте, равняться рандомному попаданию. В целом, конечно, исполнение бластера довольно-таки неплохое. Он поскрипывает, особенно вот эта надпись Ультра. Она ещё и продавливается. И хоть сама тушка сделана не очень добротно, то её магазин совершенно другой разговор. Ходит он, ну, очень плавно. Заряжать дарты в него одно удовольствие. Всё прям вот как надо ходит, и это такой кайф. Самый всё он приятно сделан, не сильно приминается, ну и такой добротный приём. Ультра-бластер можно делать самый страшный грех человечества. Заряжать их вот так, и ни пульком, ни магазом, ничего не будет, потому что тут всё сделано плотненько. Пыльку уронил. Так что можно заряжать магазин как дебил. И да, если вы будете делать так же с обычными дартами и стандартными магазинами, рано или поздно они просто помнутся. Но магазин Ампа, это его дар и проклятие. Хоть он и неплохо сделан, это ужасная вещь в этом бластере. Ну что, купил я себе Нерф Страйф. Жаль, что в комплекте всего магазин на 6 стрел. Да и как с этим играть? Болиин. Хотя стоп, я же могу его поменять. Ну вот, по красоте затарился, теперь можно играть как царь. О, да, наконец-то я себе купил Амп. 6 стрел. Мощный, классный. Ща поиграем. Боже, что я купил. Магазина на 6 не хватает от слова совсем. Да купить таких негде. Стрел ультра вообще косые. Никаких преимуществ нет. Меня все растаскивают. Этот бластер, мне кажется, может составить конкуренцию только желтым. Фу ты. Нет, не сможет. Основная суть магазинов это быстрая перезарядка. А в случае с Ампом мы должны пополнять его на ходу, ибо дополнительный купить негде. В комплект хотя бы еще одну шестерочку нам, естественно, не положили. Хотя нет, немножечко лукавлю. Магазины можно купить. Кто мне названивает? Ну нет, я немножечко лукавлю. Магазины можно купить, но с одной оговорочкой. В США и за очень-очень-очень много денег. Попал? Изи, минус хорикейнщик. Так, прикройте. Я перезаряжаю. Так, у нас минус хорикейн. В принципе, с Амп в команде вполне реально играть, если меня могут прикрыть. А я пока быстренько магазин перезаряжу. Так все же, бластер сильно дороже своего аналога, на который он похож. Страйфа. На коробке нам заявляют, что это лучшая дальность, точность и так далее. Нерф даже там написали, что это бластер-бренд номер один в мире. Согласны ли вы с этим? Пишите в комментариях. На хронографе бластер выдал 80 фпс. То всего на 10 фпс больше, чем у страйфа. То есть разница незначительна. Хотя стоп. Погодите-ка. В американских обзорах на Амп на замерах хронографа он выдает 100 фпс. Почему у меня выдает 80? Я ведь только из-за этого купил, что он на порядок мощнее стоковых бластеров в своем изначальном обличье. А меня даже тут заскамили. В конце концов, здесь стоят моторы от эталонных в линейке Нерф Райвелов. Тогда почему он стреляет так же, как стоковый страйф? Может быть, мне попались слабые батарейки? Да нет, я их проверял через вольтметр и покупал их абсолютно новыми. Давайте присмотримся к спуску Ампа. В моей версии, то бишь российской, он серый, а у американцев почему-то оранжевый. Может это влиять как-то на стрельбу? И вы, наверное, мне не поверите. Но может! Разбираем наш Амп и под батареем-отсеком находим вот такого гаденыша. Это термистер, который ограничивал мощность моего Амп. И примечание, он есть во всех российских версиях. Да и черт с ним, давайте вырежем нахрен этот термистер и замерим этот бластер на хронографе. Чтобы посмотреть, изменилось ли что-то. Термистер вырезали. Но бластер работать перестал. Спустя какое-то время я снова разобрал и стал всю нашу электрическую цепь прощупывать вольтметр. И знаете, что понял? Что ни моторы сломались, ни какая-то... Ни проводка перегорела. Просто сломался батарейный отсек. Он там устроен таким образом, что там куча всяких железных штучек, которые соприкасаются с батарееками. И одна из них отошла. Недолго думая, я просто нахрен выкинул все эти штучки, батарейный отсек. И впаял туда крону на 9 вольт. И по факту мощность бластера с завода я не нарушал. Потому что 6 пальчиков батареек нам дают 9 вольт. И крону, которую я сюда поставил, тоже выдает нам 9 вольт. И после моего ремонта, вуаля, все заработало. Но все же стрелять с него классно. Ход спуска очень кайфовый. И кидать очереди с него приятно. Но остался один маленький вопрос. Как долго вы сможете кидать очереди? Стреляет по дальности он также неплохо. Но все-таки есть один нюанс. Дарты ультра летят очень криво и косо. Покупать этот бластер ради мощности вещь вообще нерациональная. Ибо мы можем взять стоковый страйф, разобрать его. Таким же образом перемкнуть термистер, который там стоит. Затем поставить туда 2 литий-ионной батареи на 3,7 вольта. И он будет выдавать те же 100 фпс. Ну а мы можем в него зарядить очень крутые дарты, какие-нибудь вафли или акустрайки, которые будут из него делать просто точную конфеточку. Я таким сетапом довольно много играл, и он реально крутой. Так же мы получим все преимущества страйфа. То есть сменные магазины, которые можно легко достать, хоть и на Алиэкспрессе, хоть и в других сторонних ресурсах и от других бластеров. Так же, купив АМП, мы никак не сможем его улучшить. Не поменять моторы здесь, не поставить полностью автоматическую стрельбу. А купив страйф, мы спокойно можем его замодифицировать. Мой мод страйф, который стоит там на фоне, тому подтверждение. Все, один нормис убит. Субит? Да, понял. Все, попал? Итоги. Ультра это дорого, непрактично и неэффективно. АМП есть только одно преимущество перед другими. Противники не будут вас считать за серьезного врага. Никто в здравом уме не отдаст такие деньги за шестизарядный бластер, который еще стреляет косо, а у нас в России по мощности уреза над вами просто угарнут. И на этом моменте, пока он вам будет угорать, вы можете просто подойти к противнику и выписать им муч в полах. Все. Ну, не знаю, несмотря на все это, я все равно люблю этот бластер, он мне нравится. У меня с ним было много фановых битв, и он мне принес море классных эмоций. Я не знаю, чем-то он мне нравится. Мне нравится его эргономика, мне нравится его спуск, мне нравится его дизайн, в конце концов. Это здорово. Искали, искали место для нерфинга. Вот здесь Кремль, Полянка, Александровский сад, Свет, АМП. Свет, АМП. Убит! Сват убытый. В общем, подводя итоги нерфинга в центре Москвы, мне здесь очень нравится. Во-первых, я никогда не мог подумать, что вот тут, рядом с Кремлем, можно действительно крутой фану понесить, что тут нет ни охраны, люди на нашу платформочку, никто из них не заходит. При этом мне также понравился безумный бластер, которым я играл, ультра АМП. Помимо того, что он очень круто выглядит, очень легко искать пульки, то есть я потерял всего одну пульку, я просто обхожу одни и те же локации несколько раз, и изи нахожу свои стрелы. Так он точно и быстро стреляет, и я могу зажимать, и мне очень нравится все. Короче, очень крутое место для нерфинга. Вот. Типа мне все очень понравилось. АМПшечка, топчика. Хотя, такие эмоции могут вполне принести мне самый другой классический нерф, но чем-то он меня зацепил. В целом, пушечка хорошая, неплохой дизайн, в стоке хорошая мощность, ну, если мы будем рассматривать американскую модель, естественно. Но криволетящие дарты ультра, невозможность найти в нормальном обиходе такие магазины. Надо ли оно вам все? Конечно, вы можете исправить его точность, купив Акустрайк ультра, и как доказывают американские обзорщики, бласты ультра с этими дартами стреляют лучше. Вопрос, надо ли оно вам? Когда вы можете купить пачку вот таких вафель, и стрелять намного точнее, чем все эти ультры, и при этом быть в разы эффективнее. Единственное, что, пожалуй, даст вам АМП, это надежность. И не в плане механизма, а в плане того, что он никогда не будет давать осечек. То есть он всегда будет стрелять четко. На это влияет, во-первых, ограничитель, который не даст нашим дартам выпрыгнуть из магазина, который стоит в самом бластере. И сами уплотненные стрелы ультра. Они очень плотные и хорошо. подверженные всяким внешним воздействиям. И жить будут долго. И бластер у меня, ну, за все, что время я играл, ни разу не заживал дарты. И это реально круто. Но поверьте мне, если будете хорошо обращаться с обычными бластерами, использовать новые дарты, не мять их, то все будет то же самое. Всегда выбор остается за вами, покупать ли этот бластер или нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. У нас с вами был Дизмон. Всем пока! Баска!